Грачи прилетели. Из-за аномально теплой весны первые перелетные птицы появились в Чувашии уже в конце февраля. А массовая миграция пернатых, по словам экспертов, ожидается уже в конце марта. Юные орнитологи Чувашии собрались на ежегодную конференцию, чтобы обсудить текущие вопросы сообщества. Шестая республиканская орнитологическая научно-практическая конференция учащихся приурочена к Международному Дню Птиц. Оказывается, любителей подробностей пернатой жизни у нас немало. В конференции у нас обычно проводят два тура. Первый – это заочный тур, когда по интернету присылают работы. У нас жюри, компетент жюри проверяет эти работы, оценивает свои работы. И потом уже, в общем, все это мы проводим открыто. И таким образом после первого тура мы выбираем наиболее лучшие работы и их приглашаем уже на очный тур, где они могут сами поделиться своими работами, пообщаться друг с другом, какие-то новые идеи у них возникают, новые планы. Мы таким образом пытаемся их поддерживать. Каким образом ласточки строят гнезда? Когда ожидается массовый прилет серых цапель, как лебеди кормят птенцов? Все это и многое другое ребята изучают с интересом, не проводят свои научные исследования. Мне понравилось ходить в лесу, считать их гнезда, определяет размеры деревьев, на которых они гнездятся. Я хочу вычитывать, сколько гнезд, всего. Я хочу увеличить популяцию серых цапель, потому что они очень нравятся. Я хочу, чтобы все перестали вырубать леса, у которых много дубов. Кстати, впереди самое благоприятное время для научных исследований лета. В этот сезон всегда можно посмотреть, что получилось, а что пока нет. Я очень хорошо отношусь к природе. У нас дома три гнезда ласточек, и мне очень стало интересно. И я решила принять участие. После прилета ласточек каждый день выходила и смотрела, изучала их поведение, как они кормят своих птенцов, за сколько недель птенцы вырастают. Такую любовь к природе взрослые только приветствуют. Ведь именно этим ребятам придется заботиться об экологическом будущем нашей планеты.